Здравствуйте! Вы со мной на канале Астроумно. Это ваш самый любимый канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. 2 апреля, согласно с народными верованиями, у Фатини Самарянки Иисус Христос попросил попить воды из колодца. Именно поэтому этот день посвятили Фатини. Также считалось, что 2 апреля вода обладает полезными свойствами, поэтому знахари в этот день использовали ее для лечения болезней и снятия всякой порчи. В древности существовала традиция, что каждый человек должен обмываться водой из колодца, ведь это принесет ему счастье на весь год и защитит от болезней. Кроме того, 2 апреля наши бабушки славили лен. Для этого люди брали красивые льняные вещи, выносили их из дома и развешивали на ветвях берез и на заборах. В свою очередь, незамужние женщины водили хороводы с длинными полотенцами с вышитым орнаментом для свадьбы, ведь считалось, что именно это помогает привлечь женихов. Для этих хороводов нужно было использовать только длинные полотенца от 2 до 6 метров. Также в народе говорили, что Фатини является исцелительницей и помогает бороться с лихорадкой, поскольку было известно, что она многих людей в свое время поставила на путь Христа, за что было сброшено в колодец. Поэтому люди верили, что в каждом колодце осталась душа Фатини, которая до сих пор помогает каждому. В православной церкви 2 апреля правился особенный молебень. В этот день люди верили, что можно извлечь любую болезнь, поэтому писали тропарь, на бумаге завязывали записку в ветошь, которую больной должен был носить на шее 3 дня. После этого нужно проглотить записку или сначала сжечь ее и съесть пепел. Кроме этого, в народе существует множество других примет на 2 апреля Фатини день. Дождь в этот день предсказывал хороший урожай. Прилетели скворцы, пришла настоящая весна. На полях много талой воды, значит в мае будет много травы. Днем 2 апреля жарко, то холодов уже не будет. Много птиц на крыше, примета того, что в доме скоро будет пополнение. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички, инстаграм и фейсбук. Ссылки есть в описании. Всем пока, услышимся.